Ну а в России сезон чиновничьей глупости, как правило, открывается в преддверии 9 мая. Да и не только чиновничьи, в ногу с госслужащими идут и бизнесмены. Местные администрации украшают города красочными плакатами, предприниматели используют праздничную символику в рекламных целях. Например, один из калининградских банков отметился слоганом «Родина, мать зовет, взять кредит под 18% годовых». Или вот компания ритуальных услуг поздравила ветеранов в Мурманске и заодно предложила выгодные условия по организации похорон. Кстати, тот же прием 6 лет назад использовал другой филиал этой фирмы – калининградский. И, видимо, опыт признали удачным. Что касается чиновников, то хит «Парад ляпов» открывает билборд из Тюмени «Спасибо за мирное небо». На трех фотографиях из 15 изображены немецкие солдаты. В Ульяновске администрация отметилась грамматической ошибкой. Вот в слове «госпиталей» стоит не та буква. А вот снова Калининград, точнее его окрестности в городе Зеленоградске ко Дню Победы изготовили плакат. Год почему-то указан 1942-й, а солдаты на фото почему-то британские. Причем снимок сделан в 1915 году. Ну а в Челябинской области фото нашли посвежее. 45-й, как положено, и солдаты не британские, но американские. Выдружают флаг на острове Ивадзима. Подпись «Это наша победа». Подобный креатив накануне 9 мая в России появлялся и раньше. Чужие солдаты, американская или вовсе немецкая техника, нелепая реклама. Заказчики обычно оправдываются, что торопились исполнители, что выбирали самые выразительные фото. Впрочем, нет предела совершенству. Вот одна из закусочных решила поздравить ветеранов с помощью комикса. Видимо, тоже для выразительности. Итак, 68 лет со дня победы в странах Содружества на этой неделе прошли парады. Самый главный по традиции состоялся в Москве на Красной площади. По сути, 9 мая, как и Новый год, по-настоящему большие и, главное, общие праздники, оставшиеся в новой жизни. Кстати, вот так с размахом 9 мая отмечать начали только в 60-е. В 40-е и 50-е парады не проводились вовсе. Хотя с победой друг друга, конечно же, поздравляли. Сейчас тех, кто прошел войну, остается все меньше. И тем ценнее для нас, потомков, их живые и полные подробности и воспоминания. Марк Павлович Ванихин, Георгий Михайлович Утехин и Николай Трофимович Елисеев рассказали нам о своей войне и о своей победе. Я кончил школу, поступил в первое московское артучилище. И ездил в этот день, 22 июня, в Большой театр, купить билеты. Мы, ребята, играли на Новослободской улице, играли в волейбол. Там был этот приемник, репродуктор стоял. И вдруг, значит, голос, внимание, внимание, стал говорить Молотов. Внимание! Таварит Москва! Таварит Москва! Все немецкие войска напали на советское беззавеление войны. И перечисляют, Минск бомбили, Киев бомбили, Севастополь бомбили и так далее. Я с такой ножей подумал. Ну, наверное, говорю, мне, наверное, и третий раз придется идти воевать. Стали набирать добровольцев для посылки в тыл врага. Я был маленький, мне было еще 16 лет. Вот, когда на меня посмотрел, там капитан или майор, не помню сейчас, который убирал, сказал, а ты, говорит, тебе еще рано идти. Вот, а я чуть не заплакал. Там мои друзья были, ну, и такого же роста, но чуть более рослые. Вот, друзья сказали, что он маленький да удаленький. Ну, вот, а он сказал, ну, ладно, остановись, строй. Я ехал ровно до фронта 10 суток. Доехали до Курска. В это время налетают немецкие самолеты. И три часа беспрерывно начинают бомбить на станции Курск. Ну, хорошо, мой эшелон стоял крайним. В него не попало. Остальных много эшелона поразбило. Много и техники побило, много людей побило. Человек выдерживает все. Мы попадали и в засаду. Попадали. Вот. Мы ходили рейдом до 200 километров в тыл. На дорогу Вилья-Двинск. Двинск или Дауга-Филс. Вот. Вот там мы два пояса дорванули. Тоже пять человек у нас было. Где-то к 21 апреля вошли в предместие Берлина. Нам пришлось как раз пробивать через зоосад громадный. Там и звери ходят, не бросаются, потому что бомбят, стреляют. Вот. И слоны, и тигры, и кто только там не ходил. Прошли этот зоосад, вышли. И потом подошли. Ну, Ангальский вокзал взяли. Вот. И потом закончил я войну прямо недалеко от имперской канцелярии. Страшно застреляли все. Ракеты засветились, автоматы, стрельба. Думаю, ну, немцы напали нас. Там партизан тоже много было. И я на костылях, вот на одной ноге, нога у меня как пушка выставлена, на двух ногах, с третьего этажа, откуда силы у меня были такие сильные. Я вымахал, выбегаю, понимаешь, на улицу. Война окончилась. Целуются все медики, все врачи, все солдаты с солдатом, офицеры. Наши войска взяли город Берлин, да, там наши, что немцы капитулировали. Ну, конечно, мы тут все ура, ура. И все искали, где выпить найти по этому поводу. Подъехали к Ристагу. Никого около Ристага не было. Один наш танк стоит. Значит, ну, не расписался, а взял этот осколок, такой, чтобы был поострее. И выцарапал на правой колонне. Взял ящик со снарядами, под снарядами там валялось очень много. Встал, я к вам пришел из Москвы, чтобы вы к нам с войной не приходили. Гвардия капитана Ванихин. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли к вам. Редактор субтитров А.Семкин